Домашние животные потому и называются домашними, что без человеческого участия и опеки им попросту не выжить. Им нужна наша забота. Сегодня только в городском приюте Котопеса держится больше 80 собак и 40 кошек. А сколько еще четвероногих слоняются по улицам, подобраны волонтерами или сидят на передержке у неравнодушных людей, но все же не имеют своих постоянных хозяев. Вина за это лежит только на людях. Тех, кто считает нормальным отпустить собаку на самовыгул, взять котенка, а затем выбросить его на улицу. Подкинуть чужой подъезд, нежеланный выводок щенков или котят. Лоботнадское телевидение вместе с общественной организацией «Ковчег» объявляют благотворительную акцию. Мы предлагаем объединиться всем неравнодушным для решения проблемы бездомышей. И пусть в год добра каждый обретет свой дом и любящих хозяев. Сегодня первый выпуск нашей новой рубрики «В добрые руки». Слово Анастасии Шаховцовой. Знакомьтесь, Гримм. Попал в приют чуть больше двух месяцев назад. Кстати, несмотря на свои габариты, он еще щенок, который поддается дрессировке и воспитанию. По внешности напоминает метиса Шарпея. У него так мило свисают щечки, что невозможно не влюбиться. Этот милый, спокойный мальчик хочет найти свой дом. Привезли с улицы. Скитался, слонялся, своими размерами пугал население, горожан. Ну, что можно сказать. Гримм очень такой душевный пес, очень добрый. Отметим еще, что это молодая собака, ему еще нет года. Нужно воспитывать в наших людях ответственное отношение прежде всего к своим питомцам. Потому что источник бездомных животных на улице все-таки сами горожане. Как и в случае с Сарой, домашняя собака стала неугодно знакомому семьи и оказалась на улице. Из-за больших размеров ее боялись жители города. Поэтому ее ждал приют. Несмотря на это, она по-прежнему любит людей и ждет своего хозяина. Все-все-все, молодец. Взрослая восьмилетняя собака смотрит в окно в надежде выйти на улицу. Она любит свободу, поэтому отлично поселится в вольере и будет добросовестно охранять территорию. Сегодня в приют прибыл еще один питомец. Мы приехали в избу на выходные, на обею, на ССБА. Ну, то есть далеко от города. Это кто-то именно целенаправленно туда ее привез, потому что туда на машине не добраться, только на лодке. Можно было ее оставить там, конечно. Она там как бы прокормится естественным образом. Ну, мы свою кошку туда привозим. Она там охотится, как бы сама себе пищу добывает. И это как бы по такой же системе можно предположить, что там бы выжила. Она бы пришла зима, и она бы там замерзла. Рим и Сара – наши первые герои. Присмотритесь. Возможно, именно для вас они смогут стать преданными друзьями. Впрочем, в приюте есть из кого выбрать. Больше 120 животных здесь сегодня нашли временное пристанище. Кошки и коты, собаки крупных и мелких пород, щенки и взрослые. Зачем тратить деньги, когда можно взять питомца бесплатно? Все животные кастрированы и вакцинированы. Они ждут только одного, когда им посчастливится попасть в добрые руки хозяев. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».